Почти экзоскелет, обездвиженные больные смогут ходить. Собака-заменитель, роботы вместо домашних животных. Двойной самострел, новое приложение для любителей селфи. Здравствуйте, на экранах ваших телевизоров, планшетов и смартфонов новый выпуск проекта ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Сегодня мы расскажем о том, как роботы изменят вскоре наш мир. Накануне в Токио завершилась крупная выставка робототехники Japan Robot Week. Около полутора сотен компаний и 20 университетов хвастались своими разработками в области неживых помощников, высокотехнологичных игрушек и механизированных сиделок. Особое место на выставке занимали роботы, которые помогают людям с ограниченными возможностями. Инженеры Токийского университета в соавторстве со специалистами компаний InOffice создали почти экзоскелет для тех, кто прикован к постели. Поразительно, но человек, которому и рукой тяжело пошевелить, сможет ходить. Все благодаря вот этому роботу. Довольно громоздкая установка способна поднять человека с кровати, перевести его в вертикальное положение. А дальше можно управлять роботом с помощью пульта, и у больного получится по-настоящему ходить. Это медленные, но верные шаги. Первыми разработку японских инженеров оценили, собственно, люди с ограниченными возможностями. Когда вы почти не способны шевелиться, этот робот может сильно помочь. Ведь можно даже сходить до холодильника, чтобы взять еду и не утруждать кого-либо еще. Другое направление робототехники – игрушечное. На первый взгляд, игрушечное. На самом деле, за милыми андроидами и ворчащими своей механической начинкой собачками скрывается важная функция. Эти роботы позволяют улучшить психическое состояние их владельцев. Знакомьтесь, Робби-младший. Маленький робот, расточком всего 20 сантиметров. Зато стоит почти полторы сотни долларов США. За эти деньги он сможет с вами побеседовать, к примеру, о погоде. В его лексиконе около тысячи фраз. Станцует, он умеет даже гадать. Эмоции он выражает с помощью цветов. Возможно, 10 разных типов световой индикации. Или вот Нао, родом он из Франции. Тоже умеет говорить и танцевать. Готов загадать шарады и загадки. Если надо, расскажет ребенку забавную историю. А этих милых, но не очень одушевленных существ зовут пару. Их создатели утверждают, что человек и робот должны взаимодействовать так же, как человек и домашние животные. Так что игру с пушистыми роботами они считают своеобразной психотерапией для тех, у кого проблемы с общением. И к другим новостям. Пока высокотехнологичные роботизированные игрушки готовят к серийному выпуску, весь мир снимает селфи. Фотографирование себя любимых настолько глубоко вошло в нашу жизнь, что кажется, самострелы стали чуть ли не главным условием существования в интернете. И создатели различных приложений стараются сделать все возможное, чтобы облегчить создание фотографий себя любимого. Программа SelfieVista создает новый тренд. При ее использовании на одном снимке видно не только автора фотографии, но и то, что находится перед ним. Приложение для iOS-устройств делает два снимка одновременно на обе камеры, фронтальную и основную. После чего объединяет фотографии в один квадратный калаш. Пользователю остается лишь разместить снимок в сети. Вертеть телефоны можно как угодно. Приложение подстроится под вертикальный или горизонтальный режим автоматически. По умолчанию снимки разделены полоской с логотипом приложения, но ее можно быстро убрать, нажав на одну кнопку. Радует еще и то, что платных функций или рекламы в программе пока нет, и оно доступно бесплатно в магазине приложений App Store. Официальные страницы проекта ProNet есть во всех популярных социальных сетях. Мы будем рады новым подписчикам и вашим лайкам. Также полный архив программы хранится на сайте 24KZ. На этом все. До встречи в эфире и онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова